Добрый день, уважаемые земляки! Сегодня мы побываем в пернатом царстве, которое организовал у себя на участке председатель Совета Союза садоводов Воронежской области Михаил Юрьевич Елизаров. Добрый день, Михаил Юрьевич! Мы были у вас последний раз год назад. За это время у вас и новостройки появились, и новоселы. Мы развиваемся, стараемся, конечно. До совершенства еще далеко, но я, в частности, над этим работаю. Здесь мы можем увидеть новый вольер, который является украшением, можно сказать, моего хозяйства, потому что я его сделал с учетом опыта всех соседних птицеводов, и, естественно, без всякого проекта, потому что я и сам архитектор, поэтому я в других советах не нуждаюсь. Я считаю, что это идеальный вольер, и сделан он вообще для шести птиц. Поэтому это, конечно, шикарно, но замысел был такой. Я его воплотил сейчас, можно посмотреть поближе. Ну, давайте с новоселами познакомьте. Ну, тут пока не все сидят еще, не все приехали. Часть еще в Европе находятся птиц. Но пара африканских цесарок уже бегает. Можно будет на них пойти. Пойдем посмотрим. Вот в этом вольере здесь находятся вот эти новоселы, о которых вы говорите. Это пара африканских грифовых цесарок. Они, в отличие от обычных цесарок, довольно-таки молчаливые. И от них редко... Но вечерком они немножко поверещат там, и все. Или если их сильно испугать, тогда они, конечно, там дают о себе знать. Вот. А обычные цесарки, они и по поводу, и без повода орут целыми днями. Неугомонные? Ну, я с них начинал, у меня была пара. Потом я их отдал на соседнюю улицу и сказал, что я больше не могу с ними жить. И так далее. Шумливые, сочетки. Да. Но обычные, они вкусные. Вот. И это известно, что мясо цесарок, оно отличается по своим вкусовым качествам. Даже превосходит там вот павлинов или фазанов. Ну, этих цесарок вы завели не для этого? На этих есть. Я по-любому не буду, конечно. Вот. Они просто редкие для красоты. Постараюсь, попытаюсь развести. Если получится хорошо, не получится, буду для красоты здесь болтаться по вольеру, сколько проживут. Вот. И тот смысл в том, что они вообще-то теплолюбивые. И на зиму их надо иногда заводить в тепло, чтобы они... Потому что они все-таки африканские. Вот. Поэтому здесь сделан отсек вот этот зимний. Два вида теплолюбивых птиц. Они будут каждый со своей стороны заходить и греться. Вот. Там стоит маленький обогреватель. Там такой пожаробезопасный. Он там всего 400 ватт берет. Но этого достаточно, чтобы создать им определенный микроклимат в течение зимы. Вот. А весной они обычно начинают там уже верещать, нестись и так далее. Но это уж осталось там 198 дней до весны. Скоро уже будет весна. Вот. И в соседнем вольере там планируются огненно-спинные фазаны. Они тоже очень красивые, очень редкие. Ну, такая коллекционная птица. Но они пока еще не приехали из той страны, где я их заказал. И в соседнем вот слева вольере там будут трагопаны Кэбота. Дворобрюхий трагопан. Он тоже очень редкий. Там, конечно, в Красной книге. Вот. Но разводить это, наоборот, дело нужное и святое, я считаю. Это все для души. Просто, чтобы было с кем поговорить. И мне, по крайней мере, нравится. Садоводы приходят ко мне на экскурсии. Там это все бесплатно. Ну, они, как правило, или делают вид, что удивляются, или удивляются. Ой, сколько здесь труда там. Ну, я считаю, что по одному вольер в год строить это не... Тем более, я сам все делаю своими руками. Я не нанимаю этих вьетнамцев или китайцев каких-то. Михаил Юрьевич, но вы архитектор по специальности. Ну, да. Общественные руководители все-таки садоводов. Почему именно птицы увлеклись? Не хомячками там, не какими-то пушными зверями, не шиншилами, не кроликами, а вот именно птицей. Ну, садоводство – это не такой узкий... Это не только помидоры, огурцы. Вы правильно сказали. Ну, хомячки – это больше для квартирного содержания подходит. Тут несколько, может быть, вариантов. Там, допустим, вот кролики. Это все допускают. Пчелы, кролики, птицы. Это разновидности садоводства. Ну, мне нравится. Я заметил, что много архитекторов держат птицу. В Подмосковье, в Барвихе, на Рублевке. Там я знаю такие хозяйства. Вот. И у них дорогая, красивая птица там. Ну, может, и недорогая, но любая птица красивая. Я не вижу там сильных отличий, даже внешних. То есть у вас можно организовать некую гильдию архитекторов-птицеводов? Ну, да. Вот почему-то предрасположено. Если там крутой птичник, то там, как правило, архитектор этим занимается. Ну, может, это просто составная часть природы, красоты. И как-то часть профессиональной деятельности. Поэтому пчелы тоже мед. Мед все любят вкусно. Ну, там воротов, там болезни свои, рой улетел, рой прилетел. Это тоже все сложно, этим надо заниматься. Сложно, но ведь занимаются. Занимаются. И увлеченно занимаются. Я согласен. А еще голубей можно держать. Михаил Ильич, ну это еще новоселы, другие уже. Да, это тоже редкая птица. Это вообще называется павлинии фазаны, серые павлинии. А у них главная особенность – это вот красивый хвостик, который самец раскрывает как веер. Ну, как павлиний хвост над хвостом. И в красивых таких ярких лосках там. Сейчас они, конечно, еще не перелиняли до конца. Они весной там красивые будут. Ну, птички тоже такие, они очень уж нежные. Вот у них такое отличие. Как большие голуби. Но их на зиму тоже я перевожу в клетку. Они в утепленном помещении, потому что они, к сожалению, не переносят больших холодов. И здесь вот в этих вольерах, как вы уже заметили, я перешел на новые гнезда птичьи в одном из сел. Да, ну это корзины плетеные, ну и гнезда в форме корзин. Вообще-то птице нужно такое укрытие, чтобы она была себя чувствовала более защищенной. Ну, и ценоскость повышается, и птиц жалко. Если они пугаются, то какая-нибудь кошка пробежит. А в гнезде это совсем другое дело. А я наткнулся в одном из сел Страхорского района. Там один такой рукодельный селянин. Он корзину плетет и продает возле трассы. Я остановился, я говорю, а вы можете для птиц сделать корзинку? Он говорит, да, я ни разу не пробовал. Ну, я ему нарисовал проект, сделал заказ. Он мне наплел этих гнезд, и все довольны. И изготовители, птицы, и все. Ну, гнезды получились уже такие, какие должны быть. Вот, и еще немаловажная вот здесь черта, деталь в этих вот вольерах. Это для начинающих совет, для начинающих птицеводов. Обязательно нужно делать, защищать потолочные вот эти конструкции. Там, видите, везде вот сетка такая мягкая, пластиковая. Потому что у всех этих птичек, у них вертикальный взлет, и они могут головой удариться, и сразу смерть наступит. Вот, поэтому надо не полениться, обязательно сделать мягкую вот эту сетку. Мана может быть тряпочная, может быть пластиковая, любая. Вот, но это надо делать. Я, честно, сколько езжу по другим этим хозяйствам, редко кто этим заморачивается. Ну, а вы все это учили? Ну, приходится учитывать, а как же. Мы же в ответе за тех, кого приручили. Поэтому все должны быть риски сведены к минимуму. Только тогда, может быть, птица спокойно содержаться. Так, а это декоративные курочки. Да, куры тоже бывают декоративными. И самые вкусные и полезные яйца – это вовсе не павлинов и не фазанов, и даже не трохопанов, а вот именно декоративных кур. Вот, у меня вот шабо, мельклеры, хамбургские, черные, шабо белые, шабо мраморные, ну, несколько видов таких. Но они тоже, в принципе, не часто встречаются. Но что касается вот покушать яйца птичьего, вот, то вкуснее их не бывает. Даже диетологи посылают, ну, ко мне в частности, людей. Бывают, ну, звонки телефонные, а вы не могли бы там курочку одну проводить? Я говорю, зачем она вам без петуха нужна? Вот, а нам посоветовали, вот, у меня дочка там плохо себя чувствует, вот, нам диетолог посоветовал, вот, никакие перепелиные яйца, они не сравнятся. Вот, вкуснее вот этих яиц, их в природе не существует. Вот, а они несутся почти каждый день, там, в принципе, и едят там хосточку. Вот, ну, просто красивая такая птичка. Если их выпустить, они будут болтаться, как клумба на этом, по газонам. Так, это тоже новые птички? Ну, да, новые птички. Это гималайские маналы, отдельный вид. Вот, они очень красивые. На солнце вот самец, как и жар птица, переливается. Можно заметить, у него такое яркое, красивое перение. Вот, они, родина у них в Хималаях, поэтому местные зимы для них, как Сочи или Крым, который наш. Пытаюсь, вот, третью пару создал, самка молодая этого года, самцу уже, а, у него кольцо, он из Германии, 17-й год. Вот, но он должен быть постарше. Вот, посмотрю, как вот, ну, вроде пара создалась, я им очки одевал, он их там что-то скинул. Ну, 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 вроде, вроде он не обижает самку. Потому что у птиц своей психологии очень тяжело создать пару. Ну, почти так же, как у людей. Вот, поэтому приходится там всякие психологические опыты проводить. Вот, ну, сам-сам, можно очки одевать, чтобы они не видели предмет своего обожания так более детально. Ну, вот, укрытие делать, вот, приходится там вот гнездо, ниша такая, закрыта вот этим лапником. Вот, это чтобы самка могла там слинять, в случае чего, вовремя. Ну, пока пару создал, посмотрю. Вот, птица тоже красивая, но тоже редкая. Мне нравится. Михаил Ильич, ну, это редкий вид павлина. Ну, это редкий вид павлины. Это пава мутикус мутикус, называется зеленый иванский павлин. Их там пять под виду существует. Ну, один из самых редких. Это самый крупный павлин. Они не так громко орут, как индийские или даже черноплечьи. И очень красивые птицы. Вот я попробую их развести. Они на третий год начинают разводиться. Это как раз будет вот весной. Ну, я просто менял самку, она была нечистокровная. Сейчас вот самка появилась новая, чистокровная. Поэтому попробую развести. Может, будут маленькие павлинята. Вот, а так павлины интересны. У меня еще есть белые павлины. Вот, это отдельный вид. Но они не такие редкие. Но все равно красивые. Белые они, как невесты, тоже. Хвостик, он будет пушить на весь этот вольер. Поэтому вольеры, как правило, делают не меньше трех метров высоты для таких вот птиц. Ну, вы это ушли? Именно такой бы вольеры знали? Ну, да. И у них есть зимний отсек. Потому что они тоже, они боятся резких холодов. Но у них родина на острове Ява. А там снег очень редко бывает. А это шелковая курица. Вот. Это очень такие красивые, прикольные курицы. У них вот вместо перьев, у них как пух. Такое оперение. Вот. Они несут цветные яйца. Вот. Они сейчас немножко, вот они испачкались. Надо, чтобы они в песочке искупались. К весне я их расчешу, распушу. Вот. Очень такие красивые. И они все ласковые, нежные. Вот. Мне и сквыривайте, они нравятся такие курточки. Да. Что это такое? Кто тебя обидел маленько? Ну, это пух, он на кровище походит, да? Он нигде не используется? Ну, не, но если только в декоративном, прикладном искусстве там что-нибудь делать, наклеивать. Это за чистой декоративной печкой? Да. Ну, как? Ну, это настоящая курица. Просто куры бывают разные. Я вот сколько езжу по выставкам, там продают всяких павловских, ситцевых и так далее. Ну, это немножко не то. Курица должна быть и кренести яйца, и быть красивой, и радовать глаз. Надо вот, чтобы все эти курицы, все качества соединялись в одной птичке. Вот это вот относится к декоративным этим курточкам. Это у нас коричневые ушастые фазаны. Вид ушастых фазанов, они менее распространены, чем синие ушастые, но почти эквивалентны белым ушастым. Белых мне не удалось развести, я много раз пытался. Самцов менял, но не сработали они. С коричневых более-менее удалось. У них очень красивые хвосты, трех видов перьев, и за это я их очень уважаю. А что касается лично вот этой пары, то мне пришлось за самкой бегать по лесу в Белгородской области. Она пыталась удрать, из багажника выскочила. И я голыми руками поймал самку фазана в сосновом лесу. Я за ней долго гнался, километра два, наверное, там пробежал, пытался ее поймать. Они чем отличаются от других птиц, они в минуты опасности, они не улетают, а убегают. А она до этого полгода сидела в вольере, и ей очень приятно было побегать по лесу после такого длительного заточения. А я как-то уже отвык бегать по лесам. Но мне было очень жалко, что у меня на глазах убегает такая птица. И я в конце концов там, пока я за ней гнался, я уже два раза пытался остановиться, но жадность пересилила, видать. И потом я уже чувствую, что я вздыхаю. И я решил в прыжке ее поймать, так как я бывший мастер спорта по фехтованию. Я, как Акинфеев, прыгнул на нее на полянке и поймал двумя руками ее за тушку. И она, бедная, запыхалась. И я. Ну вот, живет второй год, все процветает. Те красивые птички. Очень красивые птицы. Сейчас он в расцвете находится своей красоты, самец. Он сбросил все перья, поменял, готов их к зиме. Вот. Очень красивые птички. Ну, люди интересуются, кстати, те, кто хотят начать разведение птицы, в частности, пазанов. Вот. Они вот покупают, начинают или золотых, или алмазных, или королевских вот таких фазанов. Вот. И что касается вот как развести птицу, не просто посмотреть. Я вот если... Ну, во-первых, это важно, если есть подрастающее поколение, детишки маленькие. Вот. Пчелами их так не удивишь, как птицами или рыбками. Вот. И если детально подойти к этому вопросу, то ничего сложного в разведении птицы, как оказывается, нету. Достаточно сеткой огородить, ну, 2-3 квадратных метра, и сверху положить два листа шифера. И вот у вас готовый уже фазонарий. Ну, вот. Птица уже будет, сможет там жить и зимовать, и так далее. А потом, со временем, можно, конечно, уже перейти на более там какие-то фантазийные вольеры, как у меня. Вот. Едят они немного, они неприхотливые, они несут красивые яйца. Вот. И с ними можно поговорить, можно позаниматься. Поэтому это интересно. Птицеводство. Болеют они редко. Важно, чтобы птица не была скучена, не было там лишней инфекции. А так вот где-то, ну, отдельный вид, отдельный вольер. Можно этим заниматься. Я знаю много людей, которые с ноля начинали, там, и у меня просили совета. И сейчас у них такие интересные курятники, занятники. Вот. Они этим с удовольствием занимаются. Вот. Ну, и потом, что особенно немаловажно, это, ну, воспитание подрастающего поколения, любовь к природе. Вот. Потому что, ну, поголовная компьютеризация, это не есть хорошо. Вот. Поэтому надо, чтобы у человека было что-то для души. Шел охотник по лесу. Вдруг видит огромный кабан. И ему навстречу. Ну, мужик не растерялся. Ружьё хватает. Из двух стволов. Бабах, бабах. Зажмурился и думает, попал или не попал. Открывает глаза. Перед ним стоит кабан. Ну, что, мужик, ты попал? Вот такое интересное увлечение у Михаила Юрьевича Елизарова. Спасибо вам, Михаил Юрьевич, за интересную экскурсию по вашему птичьему царству. Надеюсь, посмотрев нашу передачу, кто-то присоединится к такому вот интересному, увлекательному занятию. Мне бы тоже, чтобы хотелось, чтобы я был не в одиночестве. Дело интересное. Ёлки, птицы, шишки. Мне очень нравится. Это необычный сад. И хотелось бы, чтобы таких было побольше. Приезжайте за опытом. Я всегда рад помочь. К этому будем стремиться. Всего доброго. Удачи.